Всемирный день безопасности пациентов отметили в республике. Минздрав Чувашия провел брифинг для журналистов, а потом наглядно с выездом на место показал, как решают вопросы безопасности на местах. Само понятие безопасности пациента многогранное. В него входят и качественное лекарственное обеспечение, и условия лечения, и соблюдение санитарных норм, и еще ряд стандартов, прописанных Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорили на встрече с журналистами профильный министр Владимир Викторов и руководитель Росздравнадзора в Чувашской республике Татьяна Аносова. Что касается ее ведомства, то здесь главное – превентивный и тематический контроль. К примеру, к осенне-зимнему простудному сезону готовят один запас лекарственных средств, к летнему – другой. Особое внимание – качество препаратов. Отметим, со следующего года все участники фармрынка будут подключены к системе маркировки. Эта законодательная новелла позволит убрать из-за борота поддельные лекарства. С 1 января 2020 года все производители будут выпускать товар, продукцию фармацевтическую с штрих-кодом, с маркировкой на упаковке. И, значит, это, ну, как бы, как акцизные марки на алкоголе. То есть проведя через определенный сканер считывающего устройства эту информацию, система должна видеть это лекарство, это гарантия того, что оно легально произведено и в обороте находится абсолютно легально, и, как бы, качество гарантирует производитель. От производителя до пациента все будет полностью отслеживаться. Контрафактная фальсифицированная продукция будет исключаться полностью. Это же безопасность наших пациентов. Побывав в городской клинической больнице номер один города Чебоксары, журналисты узнали о существовании внутреннего контроля качества. Это строгое соблюдение санитарных норм и правил, повышение квалификации персонала, улучшение условий оказания медицинской помощи. Культура безопасности – ответственность каждого. Так звучит возунг текущего года в России. Специалисты считают, что важно привлечь внимание самих пациентов к здоровью, вовлечь их в программу лечения. Действительно у нас очень хорошее обслуживание. Ну, по себе я знаю. Но только, конечно, мы должны правильно врачам сказать, какой у меня, например, я прихожу, какой у меня недуг, где чего, что. Ну, конечно, врач, обращая внимание на мои жалобы, правильное лечение постарается назначить. Ну, само чувство, конечно, с каждым днём всё лучше и лучше. После этих капельниц себя чувствуешь, конечно, намного моложе и здоровее, и сильнее, с добротой и с пониманием каждому человеку, каждому больному относится конкретно, с пониманием. Лечит, можно сказать, словами. Журналисты попали даже святая святых операционную. Стерильные халаты, бахилы, маска и строгий клиник-контроль. Чтобы пройти сюда, нужно иметь полную экипировку. Самое главное – это не навредить больному. Существует латинская поговорка, такая пословица, нон церратум. Поэтому, в первую очередь, мы стараемся, конечно, не допустить осложнений во время операции или во время лечения. Соблюдению асептики, то есть недопущению инфицирования, уделяется особое внимание. Даже масштабные ремонтные работы – это тоже безопасность пациентов. Мы отремонтировали за последние годы это помещение дневного стационара поликлиники номер один, систему вентиляции операционного блока. А ряд других ремонтных работ. Сейчас нам выделены финансовые средства на оснащение новой медицинской мебелью. Всемирный день безопасности – это символ доверительных партнерских отношений врач-пациент. Оказывается, это возможно. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.